здравствуйте в эфире открытая кухня наверняка сегодня каждый знает что такое том ям да это острый традиционный тайский суп но я например трудно себе представляю его без креветок или какого-нибудь например мясо сегодня есть возможность узнать как же готовится вегетарианская версия том яма кроме того завариваем ароматный чай социологи посчитали что людям необходимо около 50 часов непрерывной беседы чтобы назвать незнакомца хотя бы приятелем и порядка 200 часов чтобы можно было сказать что он является для тебя другом после 30 мы перестаем знакомиться с новыми людьми мы с трудом входим в новый коллектив так что же с нами происходит до ежедневно у нас повседневные дела работа дети а выходные хочется проводить время с теми кто тебе очень близок и знаком сегодня разбираемся вместе с сашей костюковым что же с нами не так и можно ли повлиять на эти процессы и чувствовать себя свободнее комфортнее в социуме если в вашем доме как раз случайно вот в этот момент закончилась мясо то это весьма кстати потому что сегодня его не будет на нашем столе мы готовим с профессионалом который знает огромное количество рецептов именно вегетарианских блюд правильно алексей добрый день здравствуйте ну и так как естественно вы вегетарианец и вам нужно разнообразить свой стол вы со временем естественно уже стали обладать таким количеством знаний и навыков что можете поделиться этим с окружающими удовольствие так что мы сегодня готовим том я как я уже сказала мне трудно представить каким он может быть без наличия креветок но также как алтон к например без курочки но попробовать это стоит давайте я начнем начнем с приготовления том ямон я могу рассказать что это суп традиционный тайский и как бы в таиланде знает что есть версии не обязательно с креветками из курочка есть чисто вегетарианские начнем с того что вода у нас закипает добавляем кокосового молока туда в эту водичку и затем пока водичка будет закипать мы подготовим грибы мы их пожарим для любителей мяса и пожелать чего-нибудь грибы будут заменять эту массу для жевания и тофу туда же да отправится в сковородку до помогать грибочки мы режем но такими большими кусками да вот так вот чтобы на зубок видимо чувствовалось так а тофу тофу но примерно кубиками так да да большими кубиками тофу так здорово в себя впитывает все вкусы и ароматы поэтому конечно в любом супчике будь то тайский корейский китайский этот соевый продукт идеален но вообще я так думаю что на вашем столе он незаменим да потому что для вегетарианцев это ну в общем так говоря замена животного белка но на самом деле как показывают последние исследования в области человеческого организма нет необходимости заменять белок поскольку организм сам производит достаточно большое количество белка называется такой внутренний белок и не все это знают но наш организм проводит производит белок в достаточном количестве и более того этот белок по составу аминокислот находится в сбалансированном состоянии для нашего для нужд нашего организма вот поэтому то что есть пост это большое благо пост мы можем разгрузиться от животного белка и немножко потреблять наш внутренний белок если мы этого не делаем он выходит у нас через слизь там через всякие такие там заболевания нехорошие вещи поэтому вегетарианте это полезно и последнее время все больше становится медицинских вегетарианцев которым врачи прямо рекомендуют переходить на этот вид питания ну да здесь видите вопрос конечно такой спорный кто-то начинать с философии переходит к питанию кто-то начинает с питания и потом углубляется философию есть люди которым рекомендовано есть люди которым наоборот не советуют переходить на этот тип питания все очень индивидуально но так или иначе то что многие придерживаются поста это факт и сегодня мы помогаем вам разнообразить ваш стол принести возможно что-то новое ваше меню может быть вы не догадывались и не приходило вам в голову при кроме там допустим грибного супа или овощного приготовить например том ям это очень ароматный суп богатый специями и конечно у него глубокий вкус за счет чего вот чувство насыщения но приходит намного быстрее да очень важно при изготовлении том яма использовать специи желательно натуральные так тайский имбирь галангал называется лемонграс травка и листья лайма сложно представить что я все вместе дает такой замечательный вкус аромат который вы ни с чем уже не спутаете так что нужна ложечка нужно помешать все овощи да здесь нужно нарезать достаточно крупно да можно порезать также полу такими вот полу четвертинками колец да и мы не чистим да нет не чистим вы вообще давно вегетарианстве ну больше 15 лет ни разу не хотелось сойти ну первые пять лет колбаса снилась колбаса и раковская или докторская докторская жареная на сковородке с детства кстати такую иногда на вот этих вот кафешках которые придорожные кое-где такую подающая специально знают люди толк в еде на протяжении пяти лет вы сопротивлялись можно сказать организм сопротивлялся да конечно но со временем понимают что такое питание он гораздо лучше здоровее был период когда казалось лучший фантазия исчерпана я не знаю что такого приготовить чтобы не использовать совершенно никаких блюд животного происхождения чтобы не давай я так понимаю что нет ни молока да не кисломолочные не молочные продукты мол молочка молочка есть молочка есть да поэтому вообще проблем никаких нет ни с приготовлением не с фантазией сейчас же интернеты там столько много всего и курсов о питании в городе эти курсы есть мы добавляем наши специи и тоже обжариваем их в небольшом количестве масло чтобы они раскрылись отдали свои свои эфирные масла а вот если говорить о семье да вы все-таки были первопроходцем и потом пришлось за вами подключаться допустим родным или как-то одновременно я я был первой и супруга у меня подключилась три года назад только три года назад а до этого то есть вы садились ужинать она себе значит стейк какой-нибудь такой побольше а вы вот цукини с грибочками ну я бы приходилось начали еще тяжелее поскольку были маленькие дети она готовила одно для меня одно для детей для мало для младшего ребенка и еще одно для себя есть старшего ребенка но со временем мне пришлось научиться готовить познать разнообразие вегетарианской кухни чтобы разгрузить супруга конечно потому что иначе есть ежедневно только вы знаете как вот частенько бывает пост люди конечно не обладают такими знаниями в вегетарианской кулинарии потому что нет необходимости да и как правило что идет ход мы покупаем всячески вот замороженные овощи на сковородочку кинул быстренько себе гарнир отварил и в общем то и все но день два три неделя а потом ты думаешь и что дальше но вот вы сейчас видите что процесс приготовления он он на самом деле очень быстрый вся кухня юго-восточной азии она мгновенная моментальная закипает водичка дожаривается грибочки и тофу и мы в это время закидываем наши овощи подготовленные заранее ага нам нужно получился такой густой бульончик супчик мы закидываем цукини морковку сразу капусту сразу капусту да а у нас сейчас небольшая реклама и сразу после мы продолжим пока что реклама мы времени зря не теряли потому что сегодня у нас еще будет салат уже нарезали заранее вот здесь вот я постаралась и редиску порезала продолжает у нас готовится супчик мы поджарили арахис также для салата но сейчас я предлагаю заварить чай чтобы у нас успел настояться что хорошо ли его попробовать так что у нас пойдет в чай у нас теперь пойдет очень много чего и начнем из каркаде мы кладем довольно много каркаде мы сделаем из его как заварочку такую густую помимо каркаде пойдет туда разные специи специи будет много это будет кардамон это будет анис это будет гвоздика и это будет палки корицы ароматный чай который наверняка взбодрит вот весной многие знаете еще такое неоднозначное состояние казалось бы все рассветает но пока вот погода такая непонятная это называется витаминоз и авитаминоз да нам соскучились по овощам по зелени вот и вегетарианский стол он позволяет в принципе радоваться очень много зелени потому что я помню свою обычную виду что там было макароны рожки в общем-то вариации каши супы но на самом деле вы говорили спрашивали по поводу фантазии для приготовления вегетарианской пищи я знаю что приготовить обычную пищу фантазия фантазия нужно не менее потому что все что кушают в домах принципе это вариация одного и же блюда их 5 или 6 все остальное повторяется так кардамон положили нам нужно сюда положить много имбиря и лимона имбирь это очень хорошее средство которое помогает от простуды повышать иммунитет то же самое лимончик витамин c все режем чтобы сок отдавался лучше и здесь нужно будет добавить еще сахара пару ложечек столовых для сразу да да сразу потому что все специи которые находятся там они отдают свой вкус и аромат гораздо быстрее сахаром лучше раскрываются все боремся с урви потому что сейчас конечно для многих это прям целая проблема трудно вылезти из круга простудного но мне кажется рецепт такого чая прям практически спасительный все пускай немножечко заваривается попробуем так продолжаем готовить наш том я все у нас здесь тофу галангал что там у нас еще перчик красный до листья лайма все вместе до обжарилась теперь готовы мы положить все это вместе в наш супчик красивый так и еще мы готовим салат да вот редиска уже нарезана кольцами в тарелку до отправляют для того чтобы потом все это дело мы будем перемешивать да да все ингредиенты и можно порезать капусточку бак чуй китайская капуста очень интересная полезно обратите внимание вообще так классно выглядит капуста красотка так и последнее что мы положим в наш супчик том ям это зелень а как ее резать как пекинскую ее нужно давайте я покажу давайте разочек вы отрезаете вот эту часть и и отставляете нас на и вот такими крупными крупно крупно чтобы она была красиво было но выглядело в своей мисочке хорошо а какая у вас будет заправка для салата мы сделаем теплый тофу теплый тофу с куркумой и с лимончиком в кокосовом молоке наш супчик он уже готов мы добавляем зелени это пекинская капуста подойдет тоже пак чой которая есть у нас вот поэтому ну что у вас есть данный момент то вы опускаете и как бы тут видно что чем будет больше цветов в вашем супе да то есть морковка красная капуста зелень тофу грибочки чем больше сотов тем лучше будет аппетитный привлекательный когда блюдо радует глаз конечно есть его намного приятнее кажется что даже вкуснее согласен все так это для салата листья стрелки чеснока чеснока тоже просто нарезаем то их можно вот их можно мелко порезать хорошо для обычная с ними жарим ну либо курица да здесь они прям в своем виде сюда кстати их тоже может добавлять еще и в суп там я так не очень мелко порежу нормально или мельче в чем-то палом как как лук да ну так достаточно мы еще с вами обжарили арахис на масличке с небольшим добавлением соли и добавляем его в наш салат мы его добавили нам на сковородке нужно будет обжарить обжарить тофу с добавлением лимончика куркумы и покосового хорошо это и будет наша заправочка да это будет заправочка для салата кстати классный альтернатива потому что обычно когда хочется простой заправки кроме оливкового масла там с бальзамическим уксусом или там соком лимона ничего такого не приходит в голову а здесь вот какой вариант интересный чеснок нам пригодится для чего-нибудь чеснок он пойдет порционно в тарелку уже когда в конце в самом салате кто же по желанию в общем везде мы его добавим но вообще здесь стрелки чеснока они конечно будут однозначно отдавать свой чесночный аромат от этого никуда не деться и мне кажется что этого достаточно бульончик кокосового молока мы позаимствуем у супчика кстати да там уже пропитался тоже специями все тофу потомится вместе с куркумой потом добавим лимонный сок мы суп можем уже выкладывать до смотрим как это будет выглядеть в тарелке я пожалуй налью наш чай мне кажется что он уже все давно заварился посыщенный красный шикарный аромат до сегодня буйство на самом деле ароматов на нашей кухне потому что что такой суп что чай и салат знаете ли тоже у нас не менее ароматный это очень вкусно практически компотик ну это как глинтвейн да очень похоже дело его нужно делать очень концентрированным и тогда он ну знаете он такой терпкий и никакой живой не нужно как вино как вино да абсолютно за меня честно никогда бы не подумала и когда я первый раз путешествовал по египту вот там каркадена много-много с собой надавали на продавали я бы сказала но в итоге пьется он на самом деле здесь если не знать как правильно заваривать то не очень хорошо очень редко ты будешь заваривать каркаде а вот если знать такой рецепт то конечно чай будет уходить два раза быстрее а пока резала редиску вспомнил дачный сезон самый простой но в то же время самый трудоемкий салат это редиска с майонезом резать можно минут так 30 а съедается за 5 если целую миску на семью так ну что мы выкладываем салатик да на что у меня готов готов выкладываем салат сейчас я быстренько перемешаю слишком долго и сюда мы добавляем тофу обжаренный с лимоном и с куркумой немножко поливаем чтобы он такой стал мягкий тепленький как мы уже сказали при желании можете приправить это все дело ароматным чесночком ну и все можно наслаждаться вот таким такими могут быть вкусными вегетарианские блюда спасибо вам огромное за эти рецепты готовьте с нами готовьте с удовольствием эта программа открытая кухня увидимся после короткой социологи посчитали что людям необходимо около 50 часов непрерывной беседы чтобы назвать незнакомца хотя бы приятелем и порядка 200 часов чтобы можно было сказать что он является для тебя другом после 30 мы перестаем знакомиться с новыми людьми мы с трудом входим в новый коллектив так что же с нами происходит до ежедневно у нас повседневная дела работа дети а выходные хочется проводить время с теми кто тебе очень близок и знаком сегодня разбираемся вместе с сашей костюковым что же с нами не так и можно ли повлиять на эти процессы чувствовать себя свободнее комфортнее в социуме я не буду сегодня говорить долгую вступительную речь я предлагаю сразу начать потому что говорить мы будем об очень важном об интересном будем говорить о взаимоотношениях о том насколько мы умеем на сегодняшний день взаимодействовать в социуме со мной сегодня саша костюков саш привет привет очень захотелось взять эту тему потому что я реально наблюдаю переступив видео вот эту черту порог в 30 лет и ты понимаешь что что-то меняется в тебе в окружающих людях вот которые примерно до находятся где-то вот в этом же возрасте а всем ли со временем становится трудно строить новые отношения приходить в новый коллектив и чувствовать себя свободно знакомиться общаться обниматься делиться своими впечатлениями своими эмоциями почему возникают какие-то барьеры почему мы сторонимся этого совершенно я думаю что у всех по-разному я думаю что здесь этот клуб зазо ну вот за 30 это скорее не про то что после 30 что-то произошло только вот я бы скорее смотрел как человек жил до 30 есть такая статистика до социологическая она есть и от нее никуда не деться смотри я вижу что например с рождения человек вынужден находиться в каких-то коллективах в общем-то его ведут детский садик потом школа я не спросили хочешь что школа не хочет тебя хочешь не хочет он с этим коллективом надо жить потом вуз если повезло или не знаю повезет не повезло потом работа и потом в общем-то нет каких-то вынужденных коллективов которые ты должен входить если вот в этот период у тебя мне кажется не появилось там хобби увлечений сообществ которые неформальные которые тебя не гонят который ты выбираешь то мне кажется сильно там после 30 сложнее становится найти свою стаю или свой коллектив котором ты будешь чувствовать легко свободно и мне кажется с этим связаны сложности вхождения в коллектив что этого опыта после 30 становится меньше клубы для после 30 когда ты хочешь на танцы да ты ходишь какие-то кружки но даже вот это не сильно развита в отличие например той же европы когда завидел ты идешь гуляешь это видишь как танцуют взрослые просто клуб у них у нас такого нет и это мало но так вот даже если у людей возникает желание они понимают что они хотели бы чем-то разнообразить свою жизнь первая мысль которая появляется у большинства так я туда приду во первых чтобы мне подумают смогу ли я с этими людьми найти контакта может у нас ему что вообще разные мы не сойдемся и мы не сможем общаться то есть это мне нужно как-то себя презентовать не нужно как-то знать то есть мы настолько уже вот обросли какими-то контактами какими-то связями у нас есть какой-то круг друзей который конечно с годами тоже там где-то сужается там кто-то куда-то уехал у кого-то что-то в жизни поменялось а вот завести новые вот так легко с полпинка как в детстве привет ты саша я катя давай меняться лопатками все будет круто и все и мы уже друзья я могу тебе рассказать о своих эмоциях я могу поделиться с тобой радостью или грустью и через час я тебя могу назвать своим другом сочи раз я скажу мне вдруг саши пишет ты когда говорила я здесь несколько вижу вещей вот искала что он не подумают что я бы этот вопрос вернул а что ты сам о себе думаешь потому что если тебе с самим собой не интересно скучно ты себя не понимаешь в общем-то это нормально ожидать от других людей что и другие люди ко мне будут так относиться то есть у меня дефицит там принятие себя осознавание моих особенностей принятия этих особенностей не как там скрывать это надо там ну вот в общем и кажется все какие-то разные и особенные и тогда мне кажется вопрос не в том как как бы мне подумают другие люди вопрос к этому как я сама себе думаю что я себе думаю потому что если я с собой в порядке если с собой вконтакте если принимаю разные части себя в общем-то я это переживание как меня примут другие проживаю легче и более того когда ты говоришь про то что они там сильно другие это очень свойственно нашей культуре такая вот диверсити да там часто очень модно и популярно в европе у нас пока так повысить ценность разности из последнего разговора со взрослым человеком меня позвали в компанию на день рождения я не иду почему я их не знаю о чем я буду с ним разговаривать почему это возникает этот барьер и как хорошо что с этим делать тогда я думаю если для человека это не проблема ну то есть если это не проблема я дом в общем то и хорошо ну в общем чего желать человеку счастья больше чем он сам себе желает это очень-то проверяться надо этому человеку если для него это проблема сидит дома и переживает об этом ничего не пошло мне хочется вот они такие классно я не могу себе разрешить это вот наверное вот в таком ракурсе он может конечно там начать думать а почему я так что чего и на самом деле переживая боюсь придя в этот коллектив но ты ведь в своей деятельности очень часто сталкиваешься с людьми которые как раз таки переступают этот барьер эту черту и решаются на нечто новое ты будешь про лагерь для взрослых да ну в частности про него потому что это все взрослые люди у которых есть там дети семьи серьезные работы может быть какие-то должности но они оставляют это все там приезжают и вот там начинается другая жизнь вот что ты наблюдаешь к что в них меняется насколько люди быстро способны адаптироваться к этому или кто-то вообще не за решили здесь кто-то есть те кто нас до конца считают там придурками ребят так нельзя себя вести ну вы не можете с незнакомыми людьми там сидеть пить чай и там подушку нет надо там вот тут там знаете уже стереотип что настоящие друзья это те которые ты получил там в школе в институте а все остальное это в общем и вот эти вот стереотипы про дружбу что там мальчики с девочками могут дружить не могут можно на работе дружить или это работа а вот я человека оставляю там на гвоздики да я вхожу в офис оставил себя и пришел такой функции ты знаешь я думаю что конечно же большая часть тех кто приезжает в лагерь для взрослых они в общем открытые и готовы и это вот происходит примерно как ты описала не знаем с тобой разговаривать когда дворим мы я стою на своих детей которые приходят на площадку они бегают и прибегает а девочка все это моя теперь подруга и выглядит у них это очень просто тебя как зовут катя меня зовут саша все поехали на тебя как лопатку у взрослых в общем тут конечно там больше мне кажется переживания опасения на тему как это буду выглядеть что этом буду если образ жизни вот здесь в жизни он такой открытый конечно не там испытывают первый день стресс прям вплоть до такого непринятия это подходит кто меня знает побольше быть саша так нельзя так как мы такой метод ненасистенный вот хочешь дело не хочешь иди погуляй там сходи в бассейн хочешь вот таком но потом когда на вкус это распробуется на вкус вкус там нету там то есть или ты должен с кем-то пообщаться на вкус ты это располагаешь в общем у людей возникает это ощущение ну кажется это безопасно как минимум в этом контексте у них потом возникает ощущение так вот здесь мне понравилось общаться с людьми даже если не знаком мы даже начали сделать там наклейки знаешь серия хочу дружить ну и в общем это такое разрешение разрешение или какие-то формы где в общем не надо спрашивать у человека разрешение но можно с ним поговорить он за форматом быстрых встреч на когда мы с тобой пообщались две минуты с другим пообщался две минуты с кем-то дымкнуло чуть-чуть и я могу потом за рамками этой процедуры уже потом сообщение то они в конце начинают думать ок если мне здесь понравился не было это комфортно я там пообщался с людьми я нашел новых себе людей созвучных по мне то как мне это привнести в жизнь как мне это сделать жизни или наоборот с организациями работаю иногда не было как-то прямо в поход ходили на организации они работают по 15 лет и они там три дня в горах вместе проводят лентки нормальный потому что мне кажется в организационном контексте вот эта вот идея о том что индустриальная организация у нее генеральная идея что человек это винтик в механизме и в общем то в этой парте где и цель это как абсолютная ценность и результат и человек воспринимается как инструмент достижения цели в общем то да ему надо оставить себя как человека за дверью и войти винтик ну это пар мне кажется это парадима она очень дорогая учета человек то ломается начинает лучше всего живо и вот эта вот мне кажется мне кажется я не претендую смесь мне кажется очень вредная близко сканика личного бизнес очень личная все вот он очень лично и очень человеческая если в организации создается атмосфера где можно быть как ты есть как человек то в общем то мне кажется вот этих вот сложностей с адаптация человека с сохранением человека в коллектив меньше чем по организации где личное выносится за скобки и вообще игнорируется притворяется как будто этого нет но опять же лично она же всегда привносит много сложностей часто во взаимоотношения но потому что это же вообще система построения отношений она же очень такая нагруженная так скажем но там все сложно особенно если эта компания например почему я сейчас скорее наверное говорю о той токсичности которая может возникать в процессе потому что если в детском возрасте она не так опасно то во взрослом она становится уже очень приятно и это тоже тема буллинг и травля в школах это же ничего не изменилось но это тоже да немножко отголоски от взрослых я в общем то думаю что это часть части целого потому что то какая атмосфера в школе я считаю макаренко педагогическую поэму перечитываю в общем не знаю насколько там ты помнишь о чем речь он колонии без призвольников там бандитов как он это все настраивал я думаю что это вообще-то если про школу говорить в общем то ответственность взрослых атмосферу создавать смотреть как это происходит замечать что происходит в организации я тоже думаю что это ответственность руководителя и первых лиц создавать культуру отношений в организации и я даже наоборот думаю что привносить личность в организацию это полезно и здорово ведь за это же сейчас все бьются про сервис когда говорят в официант в ресторане который он сделал все хорошо он по стандарту все сделал это прям чувствую что он тебе любит ну вот прям чувствуешь и это невозможно подделать смысле ты не сможешь а это как раз таки формируется вот мне например там я просто занимаюсь организациями просим александр настойте нам сервисами чё у вас не так у вас такие вышкаленные персонал они все ходят по струнке но сам я сижу и чувствую что меня в общем то здесь не очень ждут и такое ощущение что я как будто вообще зря столик за это занимает как вы друг с другом взаимодействие вижу там управляющий например и менеджер почему вы про это спрашиваете ну это очень сильно влияет мне кажется вот эта тема с личностью составить в человеке человеческое это не помеха я вообще не умею это оставлять я поражаюсь тем людям которые умеют и которые очень делят я здесь я на работе смотри ты не отключишься от человека ты можешь перестать замечать себе человека обесчувствоваться перестать замечать эти части себя подавлять их себе в общем то найдет эта энергия найдете выход где-то в курилке ведь ну я иногда когда прихожу в организации вот я говорю где у вас настоящие разговоры проходят в переговорках или в курилках они улыбаются потому что вот эта формальная часть и подводная часть которой настоящая моя задача конечно же ну привнести настоящесть в жизни организации чтобы они ну не отрицали эту часть нам но могли с ней быть в контакте могли делать делать так чтобы это помогало бизнесу а не мешало хорошо в чем тогда залог успеха качественных экологичных отношений если так можно сказать вот когда ты не чувствуешь когда тебя не давит этот дискомфорт когда ты можешь не токсичить на других и когда если ты чувствуешь что где-то есть в твою сторону вот эти самые до проявления ты как ты должен же тоже этим с этим справляться совершенно разные контексты на входе в организации дальше спрашиваешь наверное про любой коллектив я понимаю что здесь специфика самого коллектива и внутри корпоративная культура игра я бы сейчас говорил по ценностям сверяться вот ты когда идешь в организацию ты готов вот по этим ценностям жить тебе не откликаются и я же знаю что сейчас коллеги то там и чар директора и чары они в общем-то начинают это обращать внимание не только на компетенция но и на ценности и не только вот там продавать это в общем-то показывать мы такие у нас тут принято вот так готов например есть пример организации в нашем городе которые очень классные у них очень высокие зарплаты но в ней про не знает что туда не надо идти потому что там будет тяжело ты будешь себя чувствовать как вы же лимон ежедневно и в общем-то это просто морально и в общем-то эта стратегия в общем-то они осознают что мы так работаем тут вопрос ты готов к этому или нет и я думаю что время чуть-чуть начало меняться если лет пять десять назад еще люди готовы были терпеть за большую цену за большую гонорары сейчас меньше меньше не везде не всегда но люди начнем же внимание на атмосферу на человеческое на отношения но не всегда это под влиянием руководство находится все-таки бывает что руководство опускает этот момент а ты находясь коллективе понимаешь что это место для тебя важно да то что ты делаешь ты любишь но не всегда же тебе удается справляться если ты человек как человека и ты эмоционален а здесь ты чувствуешь вот этот вот ты чувствуешь негатив ты чувствуешь вот какую-то вот что есть проблема но ты на нее напрямую наверно повлиять не можешь видишь ты сейчас опять спрошу меня я как специалист хочу тебе ответить ну потому что меня нет ответа наверное из саши просто как специалисты я прихожу в организацию когда мне просят у нас не знаю у нас там департамент бухгалтерии за день за год 90 процентов сменилась команда что-то происходит и на это уже обращает организация потому что очень большие издержки очень дорого стоит подбор адаптации человек уходит он издержит что-то происходит в организации и это не научите нас адаптации не научите нас конфликты решать не научить нас притворяться что ничего не происходит в общем то моя работа очень простая мы садимся в круг вот этим составом там финансового департамента бухгалтерами и мы пытаемся разговаривать а что на самом деле происходит но здесь вот в этом коллективе на самом деле происходит у кого какие напряжения есть почему они горят почему у нас главный бухгалтер сидит за дверью и закрывает эту дверь и притворяется что не хочет видеть что у нас ну и в общем нет начинаем разговаривать и кто кого в организации это становится частью реальности на котором можно обращать внимание при этом обращать внимание безопасно ну то есть не кровь по стенам там размазывать и там все на потом это слово экологично на любой термин постиндустриальный стремится к булшету там с какими ком-то видки вот эта тема экологичности а как начать проговаривать экологично проблемы которые на самом деле у нас существует не в курилке а вот в этом контексте в этих организациях и потом система научается с этим быть научается работать это кстати не гарантирует что люди не уйдут после этого люди могут они могут вдруг ясно себе понять и представить что в общем-то я притворяюсь что мне здесь нравится и по-честному уйти ну или сделать выбор как минимум тогда быть здесь научиться справляться продолжать притворяться сашлись люди которые пишут не только статьи на и целые книги на тему как войти в новый коллектив это уже потому что для многих это становится все равно такой проблемой опять же понятно что это внутри личностная проблема это наши вот у тебя есть какие-то за время твоей профессиональной деятельности и вообще деятельности досуговой как саши свой какой-то пакет рекомендаций ну да например когда я руководитель проекта для руководитель проекта на старте я максимально стараюсь ясно объяснить как у нас принято как у нас принято как мы живем при этом это вот желание понравится с ним надо что-то сделать потому что я понимаю я всегда думаю мне не надо понравится мне надо быть максимально ясным и открытым как как есть у нас каждый на входе должен понимать куда он пришел и здесь надо признаться что такой какой ты есть всем ты не понравишься кто-то посмотрит на это скажет о спасибо до свидания но кто-то посмотри скат прикольно мне так нравится потом не надо победить этот соблазн понравится всем транслировать ценности как у нас тут примета по-настоящему на входе если говорить сотруднику дату пробовать максимально прояснять как-то принято поговорить с разными людьми что вот этот если говорить про момент собеседования когда два человека притворяются подборщик притворяется что у нас тут самая святая организации вообще все будет хорошо а клиент сотрудник который ищет работу притворяется что я вообще я для вас идеально ну нет в общем надо признать что в общем то надо посмотреть мы вообще подходим друг другу и посмотреть по 0 подышать походить по организации посмотреть поговорить с людьми вне функций как они как они вам вообще не отвлекаются они сами идут на контакт вот наверное такой так и минимальный но все таки я верю что это ответственность руководителя организации просто если только эти летим не париться в общем то это начинает происходить как-то самостоятельно и мне кажется атмосфера в организации атмосфер руководителя это мое мнение но если не говорить об организации то мы сегодня выяснили в общем то если вам комфортно оставаться на диване наедине с самим собой и со своим ближайшим окружением то ради бога пусть так она остается а если хочется выплеснуть энергию познакомиться с новыми людьми освоить что-то для себя непривычное и нетипичное то вперед с чего вы взяли что у вас не получится что вас где-то там не примут саш спасибо большое тебе спасибо отличного дня это была программа открытая кухня мы увидимся в следующем выпуске пока и 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